Я собираюсь сообщить вам актуальную цену биткоина, которая будет через два месяца. И буду с вами откровенным, это звучит абсолютно по-идиотски и невероятно. И в принципе, даже я сам не верил сначала, что мы дойдем до таких цифр через два месяца. Но я нашел график, который очень много значит и показывает именно то, о чем я сейчас вам говорю. Он показывает цену биткоина практически в 400 тысяч долларов через пару месяцев. Это будет главная тема сегодняшнего эпизода. Погнали! Биткоин следует модели Stock to Flow абсолютно офигительно. В сравнении с 2017 годом этот бычий цикл намного более сильный и уверенный. И как вы знаете, ребят, я очень побычно настроен на биткоин сейчас и на рынок. И верю в цену биткоина в 250 тысяч долларов и выше. И сегодня мы поговорим о том, какая может быть самая большая ошибка, которую новые люди, кто сейчас придут в рынок, могут допустить. И как вы можете избежать того, чтобы допустить эту ошибку. Так что обсудим это в сегодняшнем видео. Погнали! Но сначала, перед тем, как мы погоним, если вам нравится такой контент, обязательно засмешьте кнопку лайк просто в мясо. И также подпишитесь обязательно на Sunny Decree, ссылка в описании. И теперь поехали! Как дела всем, чуваки? Sunny Decree на связи. Йоу-йоу-йоу. Поехали, начнем с очень бычьих новостей для биткоина. Сенат одобрил 1,9 триллиона долларов смягчающего money-br-принтера для поддержки ковидной истории, высосанной из пальца. Так что дважды рыночная капитализация биткоина снова хлынет в фиатный рынок, если вы пожелаете. Что же это значит для рынков, для биткоина? Ну, конечно же, что цена пойдет наверх. Это абсолютно точно, что произойдет. Итак, что мы можем ожидать в ближайшие недели или в месяце? С фундаментальной точки зрения, это то, что цена биткоина идет наверх. Но не только это. Также фрактальный анализ, который нам показывает, если мы просто анализируем предыдущие бычьи рынки и экстраполируем на то, что мы видим сейчас. Да, мы видим, что цена биткоина может реально стрельнуть практически на 400 тысяч долларов буквально за два месяца. Это абсолютно звучит странно, чтобы поверить в это, даже для меня. Я не хочу быть супер-мега-быком с невероятными цифрами. Я хочу оставаться реалистом. Но посмотрите на следующий график. Это действительно, это и есть реализм. Давайте взглянем, это вас просто удивит. Смотрите, график, о котором мы говорим, вот он, справа сверху от меня. Давайте объясню вам. Голубая зона, которую вы видите здесь, это среднее значение, высчитанное из предыдущих двух циклов. Что это значит? Это значит, как бычий рынок проходил после халвинга и внутри этого цикла. Посмотрите, например, на график BLX. Здесь мы видим халвинги как пунктирные линии. И эта штука, она показывает нам коридор, сравнивая вот этот бычий рынок после первого халвинга с вот этим после второго. И сейчас у нас есть третий халвинг, который случился в 2020. И теперь мы видим, грубо говоря, среднее значение, высчитанное из предыдущих двух циклов. И что здесь интересно, что цена биткоина, как вы понимаете, это оранжевая линия на графике, идеально находится внутри этого цикла. Посмотрите. Что мы здесь видим? Что цена биткоина находится точно посередине между двумя циклами 2013 и 2016-2017 годов. Теперь, если мы возьмем среднюю арифметическую 2013 и 2017 годов, то у нас появится вот эта голубая линия вот здесь. И, может быть, вы спросите у меня, Саня, какого хрена это будет средняя, если эта линия ближе к верхней границе канала, чем к нижнюю? Очень просто. Это логарифмический график. Это не линейный график. Это логарифмический график. Если вы не знаете, что такое логарифмический, погуглите обязательно. Вот поэтому эта линия находится выше. Но не это главное. А главное то, что если вы посмотрите на цену биткоина, вот эту оранжевую линию, то мы на самом деле ниже среднего значения идем, особенно после халвинга шли. И вот почему люди были настолько запуганы и не верили в цену биткоина. Но теперь биткоин восстановился и попер хорошенечко наверх. И, как вы видите, эта оранжевая линия уже два раза потрогала среднюю линию. И прямо сейчас мы находимся очень близко к средним значениям. И теперь, слушайте, если биткоин последует средней линии доходности с 17 и 13 годов, короче, если биткоин сделает что-то среднее между 2013 и 2017 бычьим рынком, то цена биткоина, верьте или нет, держитесь за стул, потому что это абсолютный крышеснос. Цена биткоина полетит вот сюда к 387 тысячам долларов за монету. Чуваки, 387 тысяч гребанных долларов. Буквально через чуть более, чем через два месяца. Это не просто мечта или спекуляция. Это дата, информация, которая у нас есть из прошлого, усредненная и достаточно взвешенная, прагматичная. И мы видим, что биткоин все еще абсолютно идет точно в этом канале и приближается все ближе и ближе к этой средней цене. И если это продолжится, и биткоин продолжит этот тренд, то, ребята, мы можем увидеть вершину бычьего рынка уже в мае, что будет, конечно же, очень стремно, но вот такая вот тема, 387 тысяч долларов в мае, и подумайте сами, это реалистично или нет. Смотрите, я вам так скажу, я видел уже до хрена всего на этом рынке, поэтому меня ничего не удивит больше, но я хочу оставаться реалистом и быть максимально консервативным, насколько это можно. Так что я верю, что пик придет позже, а не за два месяца. Я думаю, что поскольку это новый цикл, нам нужно больше времени, чтобы набрать сил и подняться спокойно в эту гору. Я думаю, что это будет ближе к концу 2021 года, может, ноябрь, декабрь, не знаю, плюс-минус несколько месяцев. И это точно, что я говорил последние два года. Так что вот, что я лично ожидаю. Но что-то такое тоже возможно, ребят, и это меня не удивит. И я интересуюсь, какое ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Думаете ли вы, что это возможно, что биток улетит на 400 тысяч баксов за 2-3 месяца? Просто следуя вот этой средней линии. Дайте знать внизу в комментах. Ну вот, если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на Саня, если вы этого еще не сделали на его английский канал. Заодно подучите английский. А также, ребята, горячие плюшки от нашей любимой биржи Femex, которая предлагает торговлю на споте с нулевыми комиссиями, а также торговлю фьючерсами и деривативами, причем до 100x. Ну вы это все, наверное, и так знаете прекрасно. Во-первых, они добавили Dogecoin, можно теперь торговать догами у них. Также проводится сейчас конкурс, чтобы отпраздновать запуск Doge, Femex разыгрывает миллион Dogecoin для новых пользователей. Правила очень простые. Все, что вам нужно, зарегистрироваться на Femex по нашей ссылке, подписаться на Twitter Femex и сделать ретвит вот этого твита. Собственно, что мы и делаем. Вот и все. А вторая новость, не менее важная. Они добавили для ввода USDT на блокчейне Tron, то есть USDT TRC20. Как вы наверняка знаете, это тот же USDT, но с гораздо наименьшими комиссиями. Например, с Binance, или там с Poloniex, или с кошелька, который поддерживает TRC20, вывести USDT будет стоить либо 0 долларов, либо 1 доллар комиссия, в отличие от ERC20, который будет стоить 5 или даже 10 долларов. Так что для частых депозитов или для маленьких сумм, это очень полезная функция. На Bybit ее все еще нету, а на Femex она есть. Так что вот, у кого есть USDT TRC20, welcome, заливайте на Femex и начинайте торговать всеми вот этими альтами. В общем, вот так вот. Ссылка на Femex в описании. Подробный обзор на биржу сейчас появится сверху. Обязательно зацените. Ну, а мы гоним дальше. А теперь еще одно интересное видео для вас от маэстро Кевина Свенсона, мастера-предсказателя и успокаивателя среднесрочника. Погнали! Йоу, чуваки, как дела? Меня зовут Кевин Свенсон. Ссылка на меня в описании. Не забудьте подписаться. Мы поговорим, конечно же, про цену биткоина, но также про очень большую ошибку, которую допустит наверняка большее количество народу на рынке. Перед тем, как мы начнем, не забудьте засмешить лайки, подписаться на канал. Во-первых, глядя на биткоин на дневном таймфрейме, мы видим, что биткоин отлично удерживает восходящую линию поддержки на логарифмическом масштабе, и также на линейном масштабе тоже мы видим параболическое закругление, и биткоин держит поддержку. Один из ключевых индикаторов биткоин-тренда – это MACD, потому что мы видим здесь очень хороший импульс, и каждый раз, когда у нас есть бычье пересечение на MACD, оно влечет за собой хороший заброс наверх. Вот после того, как мы пробили All-Time High, мы поднялись на 150% за 22 дня, и в следующий раз, после следующего бычьего пересечения на MACD, мы поднялись снова на 65%. И вот то, за чем сейчас мы можем наблюдать. Скорее всего, биткоин сейчас сделает бычье пересечение на MACD. Ребята, возможно, он уже его сделал, потому что эти видео были выпущены вчера. И буквально несколько дней назад я на Твиттере запостил вот эту картинку, где я сравниваю 2017 год с 2021, и пишу, что вот, мы находимся здесь сейчас. Посмотрите, как похожи эти циклы. Это один из самых моих популярных твитов. Я набрал на нем 2500 лайков, 500 с чем-то ретвитов. Для моего Твиттера это очень много, что очень было прикольно видеть. И также очень многие криптоблогеры скачали эту картинку и постили ее как свою. И эта картинка просто взорвала криптоинтернет на днях. И я подумал, да, это прикольно, просто забавно. Ну ладно, это не важно. Интересная вещь в том, что если мы сравниваем эти два цикла, что в 2017 у нас было два параболических роста с коррекциями, и после этого мы увидели фазу мании. И сейчас у нас тоже раз-два, после переписывания исторического максимума, мы увидим два параболических роста с коррекциями, и мы сейчас потенциально можем вступать в финальную фазу мании. И мой прогноз, как я вам всегда и говорю, это 150 тысяч долларов-300 тысяч долларов. Ну, может быть, и выше, конечно. Это там, где мы найдем вершину. Возможно, это произойдет уже летом этого года. И теперь я хочу поговорить о том, о чем я сказал в начале видео, о самой большой ошибке, которую вы можете допустить. Я верю, мое мнение, что 50 тысяч долларов – это будет новое дно у биткоина, и также финальная поддержка следующего медвежьего рынка биткоина. Соответственно, если мы идем куда-нибудь на 250 тысяч, и потом откатываемся обратно к следующему халвингу, то как раз к этому уровню, примерно в 50 тысяч. Так что все, что выше 50 тысяч – это технический пузырь. И если мы полетим сейчас прямо с 50 на 250 тысяч, это будет территория пузыря, по крайней мере, в этом цикле. Так что люди, которые сейчас придут в крипто, могут начать делать очень много денег на этом пузыре. Они могут начать делать хреновую тучу иксов, особенно торгуюсь плечом. И этот азарт даст им чрезмерную уверенность в том, что это будет продолжаться, и они будут делать все больше и больше денег, поскольку цена будет идти все выше и выше. И они будут все больше и больше догружаться, доусредняться и поднимать свою среднюю цену входа наверх. И такая тактика обязательно повлечет за собой огромные потери в конце. Так что мнение мое вот такое. Все ребята, кто сейчас только начинает торговать в крипто, да и даже те, кто уже на самом деле давно торгует, прислушайтесь, вам нужно обязательно ввести ограничения для себя. Вам нужно принять решение, в какой момент вы перестаете покупать крипто, потому что в то время, как вы делаете деньги, вы становитесь очень возбуждены и азартны. И думаете, о, чувак, я должен купить еще больше. Я делаю так до хрена бабла, надо еще купить, еще, еще. Иксы, иксы. И многие люди начнут усредняться вот здесь и думать, что все охрененно, и покупать еще здесь, еще сильнее будут покупать вот здесь. И когда они поймут, что они купили вершину и все пойдет вниз, они начнут терпеть убытки и продавать дешевле. Да, вы ведь понимаете, что вы начнете терпеть гигантские убытки, если вы сейчас закотлетите наверху, особенно с плечом. Так что вам нужно обязательно сделать правило, которое ограничит ваши покупки. Вы скажете, все, я перестаю покупать биткоин, допустим, по этой цене. И начинайте потихонечку продавать. И знаете, я думаю, что нам все еще месяцы дотуда пилить, до вершины этого цикла. Возможно, это будет летом этого года. Но вам все равно нужно принять решение. Я думаю, что как только биткоин начнет пробиваться выше 100 тысяч, что покупка биткоина выше 100 тысяч уже будет менее разумна, лично для меня. Как только биткоин взлетит выше 120 тысяч, я думаю, я перестану покупать полностью. И как только биткоин достигнет 150 тысяч, я начну потихонечку выходить из рынка частями. Когда мы дойдем до 250 тысяч, я постараюсь убедиться в том, что я уже вышел практически полностью из рынка. Я не думаю, что там цена очень хорошо удержится в этих районах. Я не говорю, что мы пойдем прям безоткатно наверх. Этот бычий рынок может пойти разными волнами. Но я знаю, многие люди спросят, Кевин, не думаешь ли ты, что институционалы не позволят продавить цену биткоина, не позволят уйти в медвежий рынок, будут откупать? Многие люди сейчас реально имеют такую дебильную идею, что биткоин больше никогда не упадет, потому что институционалы покупают. Во-первых, если они запустят ETF, это, скорее всего, будет сигнал на вершину. Во-первых. Во-вторых, если вы посмотрите на предыдущие бычьи рынки 2013-2017 годов, знаете, после того, как мы переписывали предыдущий хай, биткоин поднимался очень сильно и были большие прибыли. В 2017 году тоже, посмотрите, у нас был один заброс наверх, и дальше, если бы вы не продавали, посмотрите, то вы бы потеряли всю прибыль с бычьего рынка. Так что люди в 2017, которые были слишком уверены и покупали все больше и больше, чтобы заработать еще больше, если они здесь усреднились до хрена, то их средняя цена уже поднялась где-то на 10 тысяч, потому что они продолжали покупать всю дорогу наверх. Походу, им было хреново в медвежьем рынке, когда цена упала на 3. Так что вы поняли, не усредняйтесь до усрачки, возьмите за правило, что вы будете продавать потихонечку, перестанете покупать в какой-то момент, потом начнете продавать потихонечку на определенных уровнях. Я, конечно, говорю сейчас в основном с новичками на этом рынке, но иногда, когда вещи становятся слишком хайповые, даже опытные трейдеры забывают про эту тему. Так что вот такой вот месседж по биткоину. И давайте взглянем на эфир по-быстрому. Я хочу сказать, что эфир только что флипанул свой all-time high 2018 года, сделал его новой поддержкой. Это очень важный момент. То есть это предыдущий уровень сопротивления, который удержался как поддержка сейчас. Посмотрите. И у нас эфир на дневном таймфрейме сейчас как раз показывает бычий крест на MACD. Помните, мы говорили об этом в начале видео? Эфир сейчас показывает бычий крест, бычье пересечение, золотое сечение, все дела. Так что смотрите, эфир лонг походу. Так что да, эфир сейчас, можно сказать, опережает биткоин по этому индикатору и готовится к пробою. Так что мы посмотрим, посмотрим. Так что вот такие вот на сегодня новости, ребят. Не забудьте залайкать, подписаться, написать комментарий, что вы думаете. И, конечно же, не допускать вот эту ошибку. Я надеюсь, вы поняли, о чем мы говорили здесь. Не допускайте этих ошибок, не докупайте слишком много. Но и не продавайте сразу все тоже, чтобы не сидеть вне ракеты и смотреть, как она улетает. Насчет USDT на троне, кстати. Я говорил вам, что Femix добавили USDT TRC-20. Но не только Femix, а также наш любимый обменник FastChange, на который ссылочку найдете в описании, тоже добавил возможность покупки и вывода USDT TRC-20. Так что теперь вы можете купить здесь такой USDT или вывести его с биржи, как с Femix, так и с Binance. И также много вот этих хардкоинов здесь все в Dash есть, Манера, Эфир Классик, Биткэш, Кардана. Все, что вам нужно. Нем, Доджкоин даже есть. Так что очень классный обменник. Все банки России, Украины представлены. Также всякие Киви, Яндекс.Деньги и прочее, прочее. Всегда очень хороший выгодный курс, быстрая поддержка. Ссылка в описании. Вот, ребятушки, а наш канал просто разрывается. У нас уже более 14 тысяч подписчиков. Спасибо вам за это большое, что вы добавляетесь. Это лучший знак того, что вам нравится наш контент. Вчера был ламповый криптостримчик. Кто смотрел, всем респект. Меня просили по-диджеить, чтобы была музыка. Вот, собственно, стримчик был с музыкой. Там же мы говорили про монетку Mantra Dao Om. Посмотрите обязательно. И по поводу музыки. Там играл мой подкаст, который был еще вчера неизданный. А сегодня уже я его залил на Mixcloud. Так что всем, кому интересно, можете перейти по ссылке из описания. И увидите, вот он будет первый. И просто много вопросов было, как его найти. I think so. Isolation Mix. Вот, ребятушки, короче, сегодня вот такой вот выпуск. Я надеюсь, вы заценили. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну и до встречи в следующих видео. Всем большущего профита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...